всем привет сегодняшнее видео долгожданное о котлеях я буду перед вами показывать свои котлеи вы будете видеть их новые ростки новые конечно же корни и соответственно название и их примеры цветения ну а говорить я хочу конечно же о том чтобы хочу обратить обратить ваше внимание на три важных аспекта которые очень важны в выращивании этого вида орхидеи хочу также заметить что я любитель но у меня есть небольшой стаж так скажем выращивание этих орхидей для больших растений у меня конечно его мало потому как это всего лишь может быть годик полтора два это максимум если посмотреть на те которые приходили ко мне в еще в том виде когда они не должны свести или будут свести уже через год потому могу сразу сказать вам что я общалась с людьми которые у которых есть теория и практические знания подтверждены годами более свыше даже 40 лет и даже больше и потому исходя из этого могу с уверенностью вам сказать что для успешного роста и пышного цветения каждого как природного так и гибридного вида орхидеи котлея нужны первое это освещение конечно же преимущественно солнце прямые лучи это полив подробно о котором мы поговорим уже в следующем видео ну и третье как ни крути это пересадка когда и на что именно обратить внимание и конечно же я обращу ваше внимание также на удобрение в какой мере и когда их нужно удобрять более подробно обо всем вы конечно можете узнать после нескольких лет уже выращивания исходя из условий которые вы им предоставите той воды тех необходимых всех параметров которые нужны к тому или иному виду но есть котлеи конечно же легкие уходим есть такие что стоят того чтобы с ними повозиться а у меня именно такие есть в моей коллекции поэтому что вам сказать в первую очередь конечно определить вам нужно какая у вас котлея это значит ее возраст и и родословную как можно точнее и наблюдение в обязательном порядке в течение года за ростом для того чтобы легко определить ее на место которое будет самым удачным для ее развития дело в том что у котлеи есть разные степени роста например появление нового ростка но без активного роста основного растения также рост новых корней одновременно с основным растением но и конечно же появление чехла и нужно знать какие именно изменения происходят с орхидеи в целом повторюсь чтобы нам понять ее механизм развития это нужно для того чтобы не допустить ее вырождение и болезни как оказалось и такое возможно по моим наблюдениям в системе которой я выращивала свои цветы эта система с просушкой я делала в какой-то мере все спонтанно основные правила все же соблюдала потому мне удалось добиться у некоторых гибридов в цветении и в идеале нам очень хочется чтобы они с легкостью зацветали но как показывает практика лучше медленно но верно идти к цели чем загубить как бы ваше растение и что вам хочу сказать самое главное конечно же первый пункт это освещение хочу сразу заметить что если у листьев цвет лайма то котлеи достаточно света если листья темно-зеленые то котлеи света недостаточно а это значит светение не наступит вообще хоть и осмотреть хоть и смотрится они очень классно и красиво но все же освещение играет немаловажную роль ну а для будущего цветения развития нам это необходимо если же желтые и близко к этому цвету света слишком много и потом вам нужно обязательно и в срочном порядке менять ей местоположение и температура помните чем выше температура тем лучше должно быть обязательно проветривание и влажность котлеи можно выращивать на открытом воздухе но конечно же с условием что в летние жаркие полуденные часы вводят притенение на 30-40 процентов солнца также немаловажно знать какому виду котлейной группы нужны прямые солнечные лучи зимние в особенности без притенения можно практически всем в каждом время года цветет в какое время года вернее цветет ваша красотка обязательно нужно знать и учитывать и естественно на какой широте вы живете как много бывает солнечных дней летом зимой и так далее в общем котлеи например акландиай любят прямые лучи она обязательно ей вернее обязательный отдых для цветения с длительными днями без полива это в принципе как мы их называем дни просушек даже если вы не полили котлею 5 дней это уже дни просушек поэтому не путайтесь можно назвать как угодно дни без полива но остается факт что вы не поливаете а это просушка например другому виду котлеи интермедии нужно расти и можно расти от теплого до прохладного содержания но в обязательном порядке ей нужны высокая влажность и очень хорошая аэрация воздуха в корнях практически все котлеи растут высоко на деревьях где очень хорошие проветривание естественно ветер естественно тепло и естественно влажность поэтому нужно за этим также следить следить извините и также что хотела сказать об интермедии это то что она не любит длительные сухие дни брасола или котлеи также любят сухие дни и много солнечного света информацию по каждому виду сможете найти в ссылке под этим видео хочется сразу сказать что котлеи мои растут на подоконнике южного направления или расстояние есть 50 сантиметров от окна которые выходят тоже на юг влажность в квартире благоприятна для многих орхидей проветривание вентилятором и поддерживание температуры кондиционером я обеспечиваю поэтому могу утверждать что правила выращивание соблюдаю конечно же всегда и стараюсь стараюсь вернее надеюсь не за горами будет светение у каждой красотки в свое время многие ко мне прибыли ко мне еще совсем крошками поэтому им есть еще время когда расти но главное чтобы они были здоровыми поэтому делайте выводы делайте правильное выбирайте место для них и обязательно у вас все получится и помните что первое все же это освещение еще раз говорю узнаете какая именно у вас котлея какой у нее росток когда она к вам попала какой у нее возраст и помните 10 сантиметров именно основной рост бульбы в среднем должен быть у взрослого растения то есть уже готового к цветению надеюсь все понятно но если есть вопросы конечно же задавайте спрашивайте я буду рада на них ответить я очень рада что вы смотрите мои видео и вам интересно то что я делаю более конкретно естественно сможем смогу вернее написать вам уже более в комментариях извините за спешку потому как немножко по-другому решила снять это видео поэтому все немножко спонтанно и так буду показывать свои орхидеи и для сравнения и наблюдения за ними уже концу года и надеюсь что мы увидим все же цветение некоторых из них готовых уже к цветению если вам понравилось это видео дайте мне знать в комментарии а следующее будет у нас о поливе как можно подробнее всем пока пока удачи и цветения вашим цветам